Когда человек завидует один человек другому, то этот человек, который завидует один другому, этот человек испытывает страдания. И этот человек начинает искать идею, как ему справиться со своей завистью. И может читать книжки, где один человек может ему, допустим, говорить, зависть это плохо, Будда сказал, ищи срединый путь, найди причину зависти, о, я нахожу первопричину, в Гештальте найди причину, вот в детстве ты там завидовал, там в Дионетике вообще нужно найти ее в грехах родителей, потом с помощью Клира инсайт этот как-то проработать и так далее, найти инсайт своего начала и так далее. Ну и есть там по Александеру нужно лежать, по Юнгу можно выписать это все, разложить это на паттерны, в НЛП программировании есть тоже какие-то там идеи, есть тысячи всевозможных методов работы со своей психикой. Но это все нужно где-то найти, как-то изучить, это все необходимо где-то взять. Почему обучаются? Вам что сказал я, что это все исключительно философия и психология моя? Я не такой умный, я уже когда-то говорил, я библиотекарь, я это все собрал между собой. Но в чем мое преимущество? Я просто это сделал так, чтобы это было удобо варимо, чтобы это было коротко, чтобы это было хорошо и чтобы это было быстро. Допустим, завидуешь кому-то, произноси себе, скоро у меня это будет, зависть исчезает. Откуда вы это взято? Ну знаете, об этом можно говорить долго и спорить долго, и можно меня уличить в том, что я использую нейролингвистическое программирование, или гипноз России, или я каким-то образом использую какие-то философские доктрины, или использую даже идеи Лао Цзы, или буддизм, или еще примешать туда золотолутосовую сутру Будды и так далее. Конечно, оно ко всему сопоставимо, просто я это сказал своими словами. Каждый скажет своими словами, и это будет у каждого своя идея. Но это такая особенность. Один сделает планер из железа, другой из пластмассы, а кто-то из клеенки. Самое важное, главное, чтобы он летел, а из чего он сделал, неважно. Так вот я тоже попытался планер сделать, только материал у меня свой, дуйковский, особенный.